Вот мы вроде бы живем в городе, ходим на работу, ездим на метро, но каждый из нас так или иначе совершает некоторое количество ритуалов, даже не осознавая, что это и есть современная городская мифология. Поднимите, пожалуйста, руки, кто садится посидеть перед дальней дорогой. Класс, отлично. А когда вы возвращаетесь домой, случайно что-то забыв, что вы делаете? В зеркало показать язык, да, можно постучать по дереву, и все это формы поведения, которые каким-то образом являются ритуальными. Ну, для затравки я покажу некоторые картинки, и давайте попробуем определить, что это такое. Не совсем, да, это животик, это, конечно, ранняя форма рентгена. По форме живота до сих пор каждый третий определяет, когда вы будете беременны, или ваши знакомые беременные, кто родится, мальчик или девочка. И если живот вот такой вот, да, то есть буквально не округлый, а выпуклый, острый, то говорят, что родится мальчик, а если вот такой выпуклый, да, то родится девочка. Вот, и это делают не только обычные люди, но и медсестры, врачи и много кто в современном городском пространстве. Это моя любимая картинка и мой любимый слайд, поэтому я сейчас попрошу вас продолжить. Жадина, говядина. Турецкий барабан. Соленый огурец. Пустая шоколадина. Отлично. Турецкий барабан чаще всего Москва, не 100%, но чаще всего. То есть вы родились и выросли в Москве. Возможно, некоторые из вас, кто употребляет турецкий барабан, родились в Пензе. Так то и тоже бывает. Соленый огурец, это почти вся остальная Россия, а большая шоколадина. Ну и плюс разные варианты. Это Питер и вот такой длинный-длинный северо-западный шлейф. Недавно научное издание «Наука плюс один», «Н плюс один» собрало более 40 тысяч вариантов этой, с позволения сказать, формы фольклора. И получается, что огурец, конечно же, доминирует. Это почти вся Россия. Шоколадина – это Питер. Питерский след, но и барабан немножко меньше. То есть московского следует чуть-чуть. Есть и другие варианты. Если бы кто-то из вас родился, например, вот здесь, это южная граница России, северная Осетия, немножко Дагестана, то вы бы говорили «жадиная говядина, кошка поросятина». И все эти формы современного фольклора позволяют, во-первых, фольклористу, то есть тем людям, которые это изучают, определить, где прошло ваше детство, какой культурный бэкграунд вы с собой носите, зачем вы сидите на дорожку, почему вы рассказываете мифы и почему вы так называете памятники. Вот видите, соленый огурец – это практически вся доминантная зона России. А вот барабан, вот совсем чуть-чуть Москва и Пензы, большая шоколадина, северо-запад, Питер и почему-то Забайкалье. Вопрос к вам. А как вы думаете, а почему в Пензенской области тоже люди, которые там выросли, говорят по-московски? Турецкий барабан. Не совсем вы селяли, это Великая Отечественная война, это эвакуация, и там огромное количество эвакуированных. То есть из Москвы. По сути, мы должны были то же самое наблюдать в Самарской области. Самара, как такая некоторая третья столица и запасная столица России. Но нет, там соленый огурец сильно превалирует над турецким барабаном. И теперь к определению того, что такое фольклор, то есть то, что мы называем мифами и легендами. Это не просто песни и пляски, которые вы привыкли видеть, когда народные ансамбли собираются и поют разные песни. Вот это определение очень важное. Слова, действия, изображения. Мы коснемся и тех, и других, и третьих, которые распространяются, тиражируются, видоизменяются, и, включаясь в социальное пространство, в пространство людей, выражают ваши личные и коллективные эмоции и часто влияют на поведение людей. Влияют на поведение людей разным образом. Например, когда вы маленький или маленькая идете по тротуару или по асфальту, вы не наступаете на трещинки. Почему? Многие говорят, потому что там лава, потому что мама умрет. Это абсолютно нерефлексивное действие. Но тем не менее вы меняете свое поведение. Эти штуки закладываются в детстве. Например, когда вы, либо ваши родители говорят вам, либо вы, вашим детям, не ешь косточки от апельсина. И дальше вы продолжаете это странным образом, потому что они там внутри вырастут. Вы хорошо понимаете, что это не так, да? Но набор запретов, регламентаций, именно это тот момент, который мы называем фольклором и который передается. В московском детстве очень популярная была история, что нельзя выходить на улицу с мокрыми волосами, потому что там заведутся вши. Самозарождение вшей. У вас другой вариант? Менингит будет простудить. Особенно мне нравится мифология с заворотом кишок. Да, не ешь то, а то будет заворот кишок. Это вот очень странная мифологичная система, которая касается наших привычек, да, обычных поведенческих. Главное, что это влияет на наше поведение довольно частотно. Когда в Москве в 80-е годы и в конце массово появились бананы, бананы, знаете, такие зеленые они обычно были, именно ваши родители клали их на холодильник либо под кровать, как помидоры, чтобы они дозрели. Появилась прекрасная легенда, объясняющая, почему настоящие бананы должны быть с черными точками. Студенты медуниверситета, идя на практику по моргам, заходят в самую дальнюю комнату, открывают ящик, там труб и на нем насыпаны бананы. Им рассказывают, что все фирмы, которые занимаются доставкой бананов в Москву, снимают морги и хранят там бананы. А почему? Потому что трупные пятна с мертвых тел переходят на бананы. Что происходит? Рассказываете легенды, родители вам говорят, можно есть зеленые бананы. Спелые бананы недорогие, лучше мы их не будем покупать, поэтому ешь именно такие зеленые, а с черными точками именно так они и происходят. И все это мифология в современном городе. Началось все, конечно же, гораздо раньше. То есть первые такие городские фольклорные формы стали фиксировать никто иный, как ОГПУшники или КГБшники, или ФСБшники, если хотите. Собственно, началось все с печати антихристов. Ну не все, конечно, а большая часть. Значит, помните, 30-е годы храмы закрывают. Некоторые христиане не ходят в открытые храмы, считая, что в них служат не настоящие священники, а агитаторы за советскую власть. И они собирают вот такие вот истории. То есть священники в этих церквях поставлены из партии, подрезы у них медали, поэтому в церковь ходить никогда не надо. Крестики покупать тоже не надо, так как на них, на крестиках находят серп, колоски, пятиконечную звезду и СССР-надпись. То есть мы видим, что это некоторая конспирология, которая каким-то образом влияет на ваше поведение. Конспирологические идеи характерны и для современного города. У вас есть с собой паспорта? Достаньте их. Да, прямо сейчас. Нет, я их не отберу, не волнуйтесь, все хорошо. Смелее, смелее. Ага, откройте там, где фотография. Значит, покажите. Страничка с фотографией нужна. Ага, вот возьмите ее отдельно, буквально, за кончики. Переверните, чтобы было с другой стороны. Видите там, где негатив, где фотография видна? Посмотрите на просвет, на свет, на эту фотографию. И над головой, и под сердцем вы обнаружите две черные полоски. Нашли? Точка зрения, взгляд. Увидели? Ну как же, смотрите, это же довольно легко. С изнанки. Вот так вот. Вот одна, а вот вторая. Проблема, когда выдавали паспорта с самого начала, не только в советское время, но и много где, огромное количество людей, ссылаясь на свой культурный бэкграунд, а этот бэкграунд был, конечно же, крестьянский, деревенский, и в частности, Библия в огромном количестве, ссылались на апокалипсис. Апокалипсис. Когда придет конец света, у каждого из нас будет число зверя. И отказывались получать паспорта. Эта штука перешла в современный мир, когда появились новые паспорта нового типа, и появились вот эти вот маленькие чипы, черные, сверху и снизу под фотографией. Вот большое количество людей, в том числе среди нас, живущих, сказало следующее, мы не будем получать современные паспорта, потому что это печать дьявола. Дьявол следит за нашей головой, умами и за нашим сердцем, то есть чувствами. Но не все, конечно же, да, не 100% населения. Это пошло из одной конкретной общины, Дивеевский монастырь, ультраправославная, вот, которые, к тому же, нашли способ как избавиться от этого тлетворного влияния и получить паспорта. Микроволновка, с их точки зрения, это тоже изобретение дьявола. Паспорт кладется в микроволновку, чип разрушается, и поэтому паспортами можно пользоваться. Это в современных социальных науках называется conspiracy theories, и их тоже можно хорошо изучать. Но все это продолжается. Штрих-коды, как вы понимаете, с точки зрения фольклора и conspiracy theories, это тоже знак дьявола, и там можно найти зашифрованное число 666. Известный производитель молока, до сих пор в магазинах вы можете увидеть эти вещи, берет и зачеркивает штрих-код, обосновывая это именно той же конспирологической идеей, что там зашифровано число дьявола, и таким образом мы боремся с ним. Но в 30-е годы все это, конечно, длилось, ползло и было совершенно замечательным. Вот за эту спишечную коробку посадили буквально все руководство на 25 лет. Почему? Это земля, а это флаг Советского Союза. Помните, очень важна точка зрения. На фотографию в паспорте нужно посмотреть определенным образом для того, чтобы эта мифологическая модель реализовалась. Вот это вот клюв, а это ноги. Это красный орел, который клюет земной шар. Важно это увидеть. И когда вы это увидите, тут же появляется огромное количество людей, пишущих доносы, и вас могут посадить. Поэтому фольклор — это довольно опасная вещь, которая способствует распространению разных моделей и мифологических представлений. Вот эта история мне очень нравится. Это коробка спичек. За нее тоже посадили на достаточно длинное время в 30-е годы. Что вы видите? Вы видите просто огонек, да? Видите просто спичку, абсолютно нормальная. Но точка зрения. А если перевернуть, то наиболее проницательный заметят здесь профиль человека. Кто образован? Все образованы, конечно. Это Троцкий. И троцкисты, которых изгоняли из Советского Союза, тайным образом способствовали распространению своего учения среди обычных советских граждан. Но главное, опять же, точка зрения. Так это актуализируется. Понятно, что подобного рода вещи, и не только подобного рода вещи, в частности, это анекдоты, которые ходили в советское время, они актуализировались на кухне. Кухня — это пространство свободы, довольно короткое. Но, тем не менее, пространство. Джеймс Скотт, известный социолог, когда-то придумал термин, который он назвал «оружием слабых». Распространяя фольклор, транслируя фольклорные детали и вещи, мы тем самым пытаемся оказать сопротивление доминирующей идеологической информации. Вот, например, такой простой анекдот советского времени, который, казалось бы, невинный, но, с другой стороны, он очень много кодирует, очень много информационных полей. Смотрите, товарищ Сталин был большой ученый. Я ему цитату, а он мне ссылку. Вот, вроде бы, не смешно, на самом деле, ни разу, но, тем не менее, языковая игра показывает, насколько можно выражать те самые опасения, которые были в обществе и которые, так или иначе, кодировали определенную ситуацию. Но в современном городе огромное количество ритуалов, легенд, анекдотов и даже мемов, и давайте попробуем пройтись через все вот эти конкретные истории. Монетки, правда? Вы оставляете монетки в значимых местах и кидаете их куда? В фонтан. И на самом деле исследование, антропологическое или фольклорное, позволяет вам объяснить, а зачем вы это делаете. Давайте попробуем. Что вообще вы делаете обычно с деньгами? Как вы это делаете? Да, вы что-то отдаете, вам взамен дает какой-то неденежный эквивалент, да, то есть вы отдаете, вам дают эквивалент неденежный, и вы счастливы. А теперь вы приезжаете, например, в Рим, да, там фонтан Треви, вы кидаете монетку туда, что происходит? Вы отдаете деньги, значит, взамен вам что-то должны дать. И вот эта вот история, да, называется дарообменом, когда вы обмениваетесь пространством, деньгами, предполагая, хоть неосознанно, хоть имплицитно и скрыто, что в ответ пространство вам что-то должно дать. В частности, возвращение на это конкретное место еще раз. Вот, и с деньгами в современном городе связано довольно много разных вещей, но вот если посмотреть на Москву, то напрудное Софьи на башне уже можно вычеркнуть, потому что ее сейчас заделали и ремонтируют, но там по преданию жила сестра Петра I Софья. И вот в эти щели в самой стене засовывали монетки и записочки разного содержания. Что может сделать исследователь? Он может пойти эти записочки, вытащить, прочитать и положить обратно, если он этичен, если не этичен, то опубликовать и так далее. И там было написано огромное количество разных вещей, начиная с 90-х мы эту штуку исследовали. Если в 90-х было примерно такое содержание этих записочек, дорогая Сонечка, помоги найти работу, помоги купить квартиру и так далее, то начиная с 2012-го надписи резко сменились. Дорогая Соня, меня бросил парень, что делать? Дорогая Соня, у меня прыщи на лице. Посоветуй средства для избавления от прыщей. Да, все стало лучше, кажется, в 2000-х годах, но это важнейший индикатор на самом деле некоторых общественных настроений. И это скрытое послание через кого-то, которое мы передаем благодаря запискам, монетам и так далее. Вот это памятник на Ваганьковском кладбище, он приписывается известной воровке Соньки Золотой Ручки, он там до сих пор существует. Но на самом деле это просто памятник неизвестной актрисе. И там, если вы спрячетесь и будете сидеть месяц, летом там удобно, можно наблюдать следующую ситуацию, как туда приходят такие уже полукриминальные, некриминальные люди, уже обрюзшие, иногда даже пожилые, оставляют там монеты, иногда даже купюры, и что-то пишут на этом памятнике. Ну, в частности, они пишут, Соня, спасибо за наше счастливое детство, классно поворовали, спасибо, и так далее. То есть это место консолидации определенных субкультурных групп, которые тоже связаны с деньгами. Но мой любимый кейс, который находится здесь неподалеку, это нулевой километр. Видели его? Это Иверские ворота, это метро Охотный ряд, это недалеко, это прямо вход в Кремль, недалеко от исторического музея. И вот эту штуку поставили не так давно, в 2000-х годах. Вот, просто место, которое обозначает начало пути. Нулевой километр, оно есть во многих городах. Выходит роман Павла Санаева, тот человек, который написал «Похороните меня за плинтусом». После его романа, который называется «Нулевой километр», выходит фильм «Нулевой километр», где парень из провинции, приезжая в Москву, стоит и кидает монету туда, ну, понятно, для чего. Для того, чтобы вернуться. Фильм посмотрело огромное количество людей. Туристы, приезжая в Москву, пытаются эту практику продолжать. То есть в начале 2000-х и 2010-х они просто кидают монеты, а дальше практика усложняется. Сейчас, если увидите, они фотографируются, да, но если вы подойдете и бросите монету, вы увидите вот такую вещь. Подходите, к вам подходит человек и говорит, нужно повернуться вокруг себя три раза. Это ритуал. Кинуть левой или правой, там сильно зависит, через левой либо через правой, причем монету не меньше 10 рублей. Если она попадет вот на вот эти вот какие-то вещи, да, уголки, то это значит, что желание сбудется. Если нет, то не сбудется, и вам нужно еще раз кинуть монету. Важно правильно стоять, смотря на иверскую часовню, там ангелочек. Вот, и говорят, что нельзя, то есть когда кидаешь, нужно стоять прямо, потому что танцевать на святом месте — это грех. Все это транслируют люди, которые находятся рядом. Вы их не видите. Когда люди просто фотографируются, они туда не подходят. Как только вы начинаете кидать монетки, два человека, довольно неплохо одетых, с палочками, с магнитами, на конце палочек подходят сюда и начинают эти монеты собирать. Таким образом, история, легенда и ритуальное поведение оказывается не просто такой забавной и любопытной историей, а это штука, которая позволяет облегчать, собирать монеты именно вот с этих пространств определенным людям. И если мы спросим этих людей, соберем у них интервью, сколько денег они зарабатывают, ну это примерно 7 тысяч рублей в день, из которых три они отдают за то, чтобы там стоять. Так фольклор вписывается в экономическое положение дел. А у них есть крыша. Кому? Я так и не нашел, но они как-то указывают на людей, которые стоят в формах Сталина и кого-то еще. Помните, фотографируют с которыми? И говорят, что вроде туда надо идти. Но, собственно, понятно, что взаимодействие в городе с деньгами это не только форма вот такого ритуального поведения, но и формы коммеморации. Опять сложное слово, но коммеморация, memory, буквально воспоминание, средство поминовения. Эта штука в Петрозаводске, и понятно, что мы кидаем деньги в вечный огонь для того, чтобы иметь память о тех, кто воевал за родину. Но многие из вас были связаны, так или иначе похороны проникают в нашу жизнь всегда, знаете, что монетки кидают тоже в могилу, и многие говорят, что это откупать землю. У кого? Зачем? И это наши формы ритуального поведения. Почему деньги? Компактные предметы под рукой всегда, ценность, которая имеет символическое значение, ну и невысокая номинальная стоимость. Это характер заявляющего действия. То есть мы не просто покупаем и продаем, мы заявляем, что вступаем в коммуникацию с некоторыми силами. Другой кейс, известный вам всем, это замки на мостах. Кто-нибудь из вас уже женился, выходил замуж, замочки вставили на замках? А зачем? Ну так принято, это нормальный ответ на этот конкретный вопрос. Но эти замочки покупали у кого-нибудь? То есть специальная инфраструктура, люди, которые делают эти замочки, и у которых вы покупаете. А как все это пошло? Почему на мостах? Почему во время свадебного обряда? Федерико Моча, итальянский автор, автор нескольких романов, один из них — это «Три метра над уровнем неба», «Три метра над небом». Кажется, в самом романе этого нет, но в фильме это есть. В Риме молодая парочка, фильм, огромный массовый спрос, признаются друг другу в любви и замыкают замок на мосту. После этого практика распространяется через город Нарва, через всю Европу, по всем городам и весям России. И теперь буквально в каждом городе есть два, три, пять, шесть, семь мостов, где люди специально ездят и навешивают замочки. Символическое действие, которое в акциональной, то есть в форме и в предметной, с помощью действий, с помощью предметов регламентирует правильность вашего брака либо дружбы. «Замкнул замок, значит всегда будете вместе, а еще ключ запираете и выбрасываете». Многие говорят, когда разводятся, отыскивают свой замок и пытаются его разбить и снять. Зачем нам это нужно, непонятно, но, видимо, это символические действия и слова, и предметы, которые позволяют как-то регламентировать нашу конкретную жизнь. Но на этом хорошо зарабатывают люди, которые делают замочки и делают надписи. По крайней мере, мы обеспечиваем их экономическую составляющую. Ой, а это совершенно прекрасная история. Ритуальные поведения мы можем обнаружить, если взглянуть глазами фольклориста и антрополога в городе, прямо везде. Кто-нибудь был в армии, да? Отлично вас брили. Зачем? Вот, так положено, это хорошо. Но посмотрите, да, то есть всех людей, которые так или иначе меняют свой статус, из гражданских становятся военными, подвергают определенной экзекуции. То есть они почти все одинаковые. Эта штука называется лиминальная стадия и обряд инициации. То есть вы теряете свой первоначальный статус и находитесь в некотором подчиненном бестатусном положении. Больничная форма, кстати, это тоже довольно понятная вещь, да? Когда женщина идет в роддом и рожает, там часто бывает, что их надевают в одну и ту же одежду, особенно в советское время. Сейчас уже кажется немножко по-другому. Вот, подвергают разным действиям, причем не всегда приятного характера. Это тоже своего рода инициация. Ну и экзамен в университете, это тоже своего рода инициация, да? Вы понимаете? И тогда в ответ наше сознание начинает предлагать нам выходы преодоления этого некомфортной ситуации. Да, сдавайте экзамен, мама такая, ну положи пятачок сюда, да? И сдашь. Халява, халява, ловись, говорите вы, когда зачетку высовываете форточку. Вы пытаетесь регламентировать свое поведение. Но и, видимо, самая распространенная история в современном городе – это боязнь сглаза или порчи. Зачем-то представление о Evil Eye, да, о дурном глазе, где объективная связь между разными объектами, предметами и последствиями невозможна, становится очень важными для нас и является объективной универсалью почти всей человеческой культуры. Слышали об этом? Нет? Или в городе это уже не характерно? Вот идешь такой, да, тебе кто-то сказал, ой, какой хорошенький, а потом ты заболел, думаешь, боже мой, что случилось? Наверное, этот человек меня сглазил или испортил. А вот у него черные глаза. Наверное, он может это сделать. По сути, это позиция свой-чужой, с помощью которой мы пытаемся объяснить наше, опять же, недомогание, поведение и так далее. Она, правда, универсальна. Если вы зайдете в какой-нибудь дом, чаще всего деревенский, в Москве это сейчас мало видно, то вы можете обнаружить, например, вот под крышей серп, что-то острое, вот ты нож, топор, не бойтесь, это не мясник, он не хочет вас убить. Этот человек просто защищается от дурного глаза. Так и вот верес, это можжевельник, все, что с семантикой острова в доме, опять же, призвано отгонять. Но самым простым, конечно, эквивалентом оказывается булавочка. Когда ты идешь в деревню, это видно в городе не всегда по улице. Там у женщины, значит, булавки. Вот здесь вот они, да, вот здесь. Спрашиваешь, а зачем вам булавка? Они говорят, ну, мало ли, что-нибудь там пуговка оторвется. Это каждый первый в деревне. Когда начинаешь спрашивать более подробно, выясняется, что это максимально мощное средство защиты от дурного глаза. Семантика железа, семантика, то есть значение острова, отгоняют, опять же, по представлениям вот этот вот дурной глаз. Ну и превентивные защиты, методы защиты. В деревне это, например, ребенка нельзя фотографировать, показывать чужим до 40 дней, а в современном городе нельзя вывешивать фотографию ребенка в Фейсбуке либо в Инстаграме до 40 дней. Почему мы это делаем, опять же, понятно, да, потому что ребенок находится в переходном состоянии, в некоторой лиминальной стадии и максимально подвержен неясной такой порче. Но, тем не менее, практику мы продолжаем. Это, опять же, любопытная вещь, когда технологии меняются, а сама традиция и ритуальное поведение сохраняются. Что такое дурной глаз? Классно. Вот Джордж Фостер, который обследовал мексиканские деревни, выяснил следующее. Он думает, что эти представления о дурном глазе это способ, когда социальная зависть, направленная на имущество соседей, начинает актуализироваться. Что это значит? Если у соседа что-то лучше растет, у него больше имущества и так далее, значит, ему кто-то помогает. Не видно, кто помогает, значит, помогает что-то злое. И поэтому он может у вас это отнять или испортить. Отнять здоровье, имущество и так далее. Если посмотреть на современный город, то страх с глазов беспокоит примерно 22% живущих в России. Это довольно любопытно. На самом деле, мы, кажется, вполне объективные цифры. 13% верят в приметы, вещи и сны страшного суда и посмертного воздаяния за грехи. Кто-нибудь из вас в вещи и сны верит? Давайте так. Ладно, я обычно понимаю, что это очень плохой вопрос, потому что, ну, блин, не буду я же и говорить, что они верят. Бывали так, что сны сбывались? Класс. Вот уже у нас есть некоторый пол людей. А теперь давайте посмотрим, зависит ли ваша профессия, ваше образование, ваш бэкграунд от того, верите ли вы в сглаз. Нет. То есть, каким бы вы умным ни были, профессором или академиком, если у вас была бабушка либо какой-то набор людей, которым вы доверяли, либо доверяете в детстве, и которые вам рассказывали про это, то вы все равно будете в это верить. Проводилось исследование. Смотрите, врачи-психиатры, медсестры и общее население в целом. Если посмотреть на порчу с глаз, только кажется, врачи-психиатры меньше подвержены этой идее. Но вот медсестры в поликлинике гораздо больше. Если вы хотите провести свое маленькое исследование в поликлинике, понаблюдайте, если вы, не дай бог, будете в больнице, что персонал вокруг вас, он в основном эксплуатирует эти мифологические идеи, не будучи обладая определенной достоверной информацией. Что, как мы сейчас можем смотреть на сглаз? Конечно же, интернет, Яндекс, Wordstat, статистика по словам, запросы, выборка. И давайте посмотрим, что там со сглазом. В деревне самое страшное было сглаз ребенка, сглаз скотины, сглаз дома. Теперь в современном городе сглаз ребенка сохраняется. Сглаза дома, квартиры, второе место, так и есть, то есть мы наследуем деревню. Сглаз на свадьбе тоже хорошо, сглаз животных, кошка-собака здесь идет. От сглаза работы. Не очень понимаю, как, но работу вашу тоже, говорят, могут сглазить, если вы уволились. От сглаза беременной, от сглаза отношений и от сглаза машины. Машина и конь взаимозаменяемы в деревне и в современном городе. Ну и появляются, конечно, новые интересные вещи. Появляются, например, сура, аят, мусульманское влияние от сглаза, нитка. Появляется интересная вещь, как навести сглаз. То есть, возможно, это люди, которые хотят быть более доминирующими в определенном сообществе. Камень от сглаза, тату от сглаза, соль, святая вода, картинки от сглаза, и трава от сглаза. Уж не знаю, какая трава, но тем не менее. А если мы посмотрим вот на эту картинку, вы увидите, в какое время года актуализируются запросы, связанные со сглазом и спорчей. Посмотрите. 12-й год — это когда? Ну нет, на самом деле это уже начало, то есть после. Январь. Видите? Сплеск. Март. Сплеск. Смотрим на 13-й год. Начало года — сплеск. Май. Нет, март опять — сплеск. И лето. То есть начало года, начало марта и лето. Проверяем по другим данным. 17-й, 18-й год — свежие данные. Лето, начало года, март. Лето, начало года, март. Объясните мне, зачем пользователи интернета обычно пытаются набрать слово сглаз в это время? Класс. Смотрите, я немножко разветлюю объяснение. То есть Новый год всегда мыслился как такой переходный момент. Это ваше ритуальное поведение. Вы зачем-то ставите елку, делаете салаты, загадываете желания. Это переход одного времени на другое. И если тогда с вами что-то случается, плюс огромное количество людей, с которыми вы встречаетесь, вы думаете, не просто я заболел или перепил, а, возможно, это сглаз. 8 марта — такая же история. Опять же, нестабильное состояние общества, и вы понимаете, что-то случилось. А лето, как объяснить лето? Летом вы уезжаете на отдых, то есть за пределы освоенного пространства. И часто, когда в Турции или где-то еще вы чувствуете недомогание, вы пишете, возможно, в Турции сглаз. Понятно, что это все не совсем объективные данные, но такие интерпретации мы можем сделать, если мы анализируем ритуальное поведение в интернете сейчас. Когда-то мы решили сделать еще один ресурс, который называется «Фольклорная карта города», где на карте Москвы и других городов собрать все вот эти прекрасные легенды. Их много. Обычно они используются, когда объясняется тот или иной элемент пространства. Помните здание МИД? Что с ним не так? С ним не так шпиль. А что? В смысле, он там есть. Он другого цвета. И наше сознание, будучи всегда подверженным вот такой мифологической логике, она задает вопрос, а почему он не такого цвета? И дальше ответ на этот вопрос порождает довольно много прекрасных легенд, связанных с творцами, правителями и прочее. Ну, в частности, Сталин на машине, понятно, что он инициировал строительство высоток, ехал со стороны Киевского вокзала и, проносясь по Бородинскому мосту, кинул взгляд на почти готовое здание и сказал, вижу шпил. И с тех пор шпиль поставили сразу, потому что его боялись, и он другого цвета. Хотя на самом деле не совсем так, то есть он другого цвета, потому что, кажется, его обновляли, и он из других материалов, потому что конструкция здания не выдерживала его. А почему линия метро кольцевая, коричневого цвета? Конечно, Сталин, там Берия, кто угодно, когда ему принесли план на согласование, поставил стакан с чаем либо кружку с кофе, и поэтому она коричневая. Почему дорога от Москвы до Питера, давайте, царь, да, не Сталин, а царь, обводил по линейке, оставил палец, и в итоге дорога делает вот такой вот изгиб. Понятно, что это городские легенды, они имеют название Urban Legends, и они объясняют очень-очень много разных вещей в пространстве Москвы, не только связанных со зданиями, районами и так далее, но и связанных со многими разными вещами. Вот мой любимый пример из двухтысячных, это, конечно же, шаурма. Из чего она сделана? Из кошек, из собак. Самая вкусная шаурма в Москве где? Знаете, была? Около московского зоопарка. Белый соус вовсе не белый соус, ну и так далее, да, это огромное количество штук, которые называются Food Contamination Legends, да, то есть легенды о еде. Понятно, что когда еда попадает в общественное пространство, люди начинают рассказывать про нее разные вещи, тем самым предупреждая себя об опасности. Да, в Макдональдсе нашли крысиный хвостик в гамбургере. Это не так, не волнуйтесь. Это рассказывает про всю еду. Буррито, крысиная челюсть, ну и прочее. Колбаса советская, в ней что? Туалетная бумага, да-да-да, вот это все. Но давайте пойдем к позитивным вещам. То есть фольклорная карта Москвы позволяет нам делать интересные вещи. То есть я уже вам говорил, что фольклор как-то меняет наше поведение. Если вы хотите купить квартиру в Новогиреево, и вам вдруг повезет, это старый житель Новогиреево, вы можете использовать легенды, пытаясь сбить цену на квартиру. Один мой знакомый, который заинтересовался этим вопросом и решил по-настоящему сбить цену, именно в Новогирееве, он разузнал огромное количество историй, но в частности считается, что Новогиреев это творческий район, там живут художники, а он художник. Он ходил и ставил старые дома, говорил с людьми, хвалил, твой я знаю историю, творческий район, здесь живут все художники и так далее. И один из них тоже художник, говорит, ну ты все хорошо знаешь, ты будешь здесь жить, отлично. И они договорились на 3 миллиона. То есть он сбил цену с 11 до 8. Это приличная стоимость, и знание городских легенд, и городских репутаций позволяет нам сделать и это. Могилы, святые могилы в Москве, их тоже огромное количество, и это по сути альтернативная медицина, альтернативная экономика. Вот, например, Никола-Архангельское кладбище, могила старца Сампсона, Сиверса, и там огромная очередь, которая увеличивается, когда в стране очередной виток экономического кризиса. То есть мы просто можем наблюдать, как увеличится очередь, которая просит деньги у святого Сампсона Сиверса. К нему приносят младенцев, которые не могут излечить современную медицину, и читается специальный акафист, и говорят, что вроде как помогает. Никто не проверял, но исследовать это тоже можно. Ну, кристалл на Юго-Западе, кто-нибудь знает про это? Его сейчас разрушают, он, кажется, будет новый, но как только место в городе перестает быть освоенным, оно тут же осваивается другими людьми, в частности, молодежью. И это постоянные такие внутренние субкультурные практики. Ну и храм Христа Спасителя, я просто боюсь про него рассказывать, там огромное количество историй, начиная с 30-х годов, когда его взорвали. Монахиня приковала себя к месту, сказала, что на этом месте не будет стоять ничего больше 50 лет. И таки, да, построили в конце 19-го, в 30-х годов взорвали. А дальше считалось, что пыль, которая вот на этом месте, если она попадет в глаза, то люди ослепнут. Бассейн Москва был на этом месте, в нем нельзя купаться, потому что это прокрытое место, и тут же вы начинаете болеть всеми возможными страшными венерическими и прочими болезнями. Сам храм Христа Спасителя в 90-е годы, в конце 90-х, в 99-м, в начале 2000-х, считался ненастоящим. Рассказывали истории, что там масонские символы, что машины с номерами 666 заезжают внутрь в подвалы. И так далее. То есть место в любом случае начинает осваиваться через городские легенды. Сейчас, кажется, с ним все хорошо, потому что в 2000-е годы была запущена легенда о том, что советская простая девочка, заметьте, советская девочка, в момент закладки закладного камня сбросила с себя шубку, положила на камень и тем самым сняла многолетнее проклятие. Да, это почти похоже на легенду, но мы видим, что здесь борьба двух репутаций. То есть когда одно пространство, одна легенда замещает собой другую легенду и пространство становится легитимным. Эта история объясняется просто. Женщина, которая собирала деньги на закладной камень, ей не хватило. Она сняла деньги со своей книжки, сберкнижки, которую она копила на шубу и отдала, чтобы привезли камень. Шуба, советская женщина, превратила в советскую девочку. Шуба, на которой она копила, превратилась в белую шубку, которую девочка кинула на камень. Там еще объясняется, что по славянским традициям мех, положенный под угол дома, обеспечивает им благополучие. Да, это правда, но все вместе сделало здание легитимным. И таких вещей много. Как только вы в Москве увидите какое-то пространство, которое как-то странным образом вписывается в облик города, вы тут же про него можете увидеть городскую легенду. Это здание Президиума Академии Наук. И называют его Золотые мозги или Адекалон. Адекалон называют его торговцы, потому что похоже на бутылку с адекалоном. Но про это рассказывают, что тайний генератор энергии. И как только будет ядерная война, все отключится, безусловно, и здания будут обеспечивать само себя, и люди живущие, работающие там выживут. О чем говорит эта легенда? О потенциале ученых, которые там живут, как и само название Золотые мозги. Или район Сокол. Вот мы видим район Сокол, его панорама и одно здание, которое выбивается из района. Это Триумф Палас. Как вы думаете, что про него будут рассказывать? Последняя внедостроенная высотка. Она выбивается из архитектурного облика района. И если выбивается, то чаще всего она не будет нравиться жителям домов, которые немножко похуже, и они будут рассказывать разные репутационные тексты про это здание. И да, так почти всегда. На бывшем кладбище построен под названием Холерное. Все здания, которые выбиваются, построены на бывших кладбищах. Новостройки, в которых вам не нравится жить, построены на кладбищах. Это само собой. В кавычках. Жители района Сокол говорят, что оно скоро рухнет, потому что стоит на грунтовых водах. Здание МГУ сползает в реку, безусловно, стоит на грунтовых водах, и огромные морозильники поддерживают его в том состоянии. Городская легенда, которая транслируется на все здания, которые так или иначе выбиваются из этого ряда. Стоит на костях похороненных там воинов. Самый популярный фольклорный сюжет стоит на костях. Когда вы говорите это, вы тем самым обеспечиваете негативную репутацию пространства. Но и вот одному человеку в районе Сокол мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны пришло в голову сделать вот так. Антикафе-бункер. И мы понимаем, что когда в пространство мемориальное помещается здание, которое не соответствует его тематическому облику этого пространства, тут же возникают репутационные тексты легенд, которые как-то переозначивают это место. Что здесь такого интересного? Антикафе. Что это значит? Значит, какое-то не настоящее кафе. Называется он еще и бункер. Там выведена труба. Видите, вот это вот. И так далее. Что мы видим? Злачные заведения. Там работает наркокурильня и наркопритон. Это репутационные тексты легенды. Экологические террористы травят жителей токсическим дымом и прочее, 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 прочее. Таким образом, если вы хотите каким-то образом преобразовать городское пространство, будьте внимательны к его конкретному статусу. Мемориальное оно или нет? Поймут ли местные жители и главные посетители парка, бабушки в основном, что такое антикафе? Если не поймете и не исследуете, то вы, конечно же, нарветесь на прекрасный комплекс городских легенд, которые будут выживать вас и выдавливать из этого пространства. Ритуальное поведение и мифология связаны не только с теми вещами, о которых я говорил, но и, конечно же, с важными объектами в городе, местами памяти. Вот все знают стену Цоя. Она претерпела несколько разных состояний. Сначала это было место памяти, а теперь оно стало туристической локацией. Вот где она находится на Арбате, можете посмотреть, она существует и, кажется, будет существовать всегда. Вот это примерно фотография десятых годов. Но давайте попробуем, что было с самого начала. То есть Виктор Цой погибает в автокатастрофе, и на стене написано «Виктор Цой, мы будем помнить». Погиб Виктор Цой, мы будем помнить. Появляется спонтанная мемориализация. Люди идут, поминают, иногда выпивают немножко, но не страшно. Главное, что это место памяти, кто-то первый написал. Потом мы видим, как начинает формироваться определенная субкультура молодежи, которая разукрашивает стену, расписывает разными текстами песен Виктора Цоя, встречается, общается. Это не только место памяти, но и место сбора разных субкультур. Дальше стену закрашивают. Но понятно, что если пространство общественное оказывается означенным, то оно таким и будет. И мы видим, что дальше ребята повзрослели. Мало чего изменилось, они только сменили одежду, музыка примерно та же. Но стена еще и становится не только местом памяти, но и коммуникационной площадкой. Там огромное количество текстов песен. Вы можете изучать современную культуру, по частям фотографируя стену Цоя, что слушает современная молодежь и молодежь того времени. Ну и понятно, что сейчас это уже туристическая локация, туда вводят туристов, они фотографируются, особенно ничего не читают. И таким образом происходит закрепление статуса места через место памяти и субкультурное пространство до туристической локации. Моя самая любимая история, это, конечно же, памятники в городской среде. Когда памятник попадает в городскую среду, он начинает переинтерпретироваться. Каким образом это может происходить? Ну, в частности, первым делом это, конечно же, вложить цветы. Это даже не переинтерпретация, это реальное состояние и положение дел. Цветы что значит? Мы можем помнить, то есть мы помним об этом, это буквально дань памяти. А вот это вот, это уже фотографирование с памятником, это отдельная история, когда мы начинаем себя встраивать в окружающее пространство. Иногда мы залезаем на памятники и фотографируем себя таким образом, пытаясь тоже как-то означать пространство. Иногда памятник становится разметкой окружающего пространства. Мы говорим, встретимся у памятника Пушкину. Когда вы это говорите, вы думаете о том культурном наследии, которое оставил Пушкин? Нет. Это просто разметка окружающего пространства. Но и, конечно же, существует огромное количество названий, неофициальных названий памятников. В Петербурге регулировщик Александр Невский. Кто знает, тот поймет памятник тещи в Туле. И пьяный ловит такси Ростов-на-Дону. Таких названий огромное количество. Они есть и в Москве. Практически каждый второй памятник имеет свое неофициальное название, которое показывает, как люди, которые осваивают пространство, начинают бороться с предписываемым знанием об этом памятнике. Но больше всего мне нравится, конечно, в Сыктывкаре. Сыктывкар вообще великолепный город. Это вечный огонь. Женщины держат венок. Какой предписываемый смысл у этой скульптурной композиции? Скорбь, память, помним, да? О Великой Отечественной войне. Но помните, я говорил в самом начале, важен взгляд, вспомните спичечный коробок. Да-да, он называется «Бабы жарят крокодила». С определенной точки зрения это вернакулярное, то есть внутренне неофициальное название полностью снимает нормальный смысл для этой скульптурной композиции, дискредитируя его. Но правда же, очень похоже, когда это можно увидеть. И это становится средством борьбы. Мировой суд пытается штрафовать издание, в котором это название было использовано, издание подает апелляцию, и слава богу, там проигрывает дело, то есть никто никому не платит, но мы видим, что это становится и средством борьбы. Ну и, конечно же, вот памятники, которые в Москве, один из них, который вы знаете, это памятник Шолохову. Что вы видите? Ну, конечно. И зимой это буквально воплощается в реальность. Жители лепят зайцев и, понятно, помещают его в лодку. А иногда это называется скотобойня либо скотный двор, потому что там лошади голов, которые как бы запаяны в это конкретное пространство. Не проходите мимо памятников. Это интереснейший объект для изучения и понимания ритуального поведения людей в современном городском пространстве. И понятно, что существует огромное количество фирм, фирмочек, которые так или иначе пытаются это использовать, чтобы зарабатывать деньги. Мистические экскурсии по Москве и так далее в огромном количестве эксплуатируют эти сюжеты. Хотите узнать? Можно ходить так, да, можно смотреть на фольклорную карту города. Это тоже фольклор. Это не закончилось, простите. Все еще впереди. Помните, я говорил про фольклор, да, картинки, которые можно репостить? Да, и по сути в них тоже содержится мифологическая и фольклорная информация. Ричард Докинс вводит понятие мем в английский язык. Это буквально единица культурной информации, которую мы репостим, которую мы напеваем, проговариваем и так далее. Изначально это прекрасные афоризмы, фразочки, например, родственник, а не рубль, он не рубль должен, да, помните, из фильмов. Это тоже вполне себе мем. Популярные песенки, мелодии, сюжеты фольклорные и так далее. Потом, конечно же, все это меняется. И мемами объясняется передача религиозных, культурных норм, знаний, практик и буквально священные символы и тексты сравниваются с другими популярными явлениями. Эвристический потенциал мема абсолютно уникален. Незначимое явление, которое отрывается изначально от своего контекста, все время стремится этот новый контекст обрести и встраивается. Вы же репостите мемы? А зачем? Смешно, классно. То есть, если перевести на язык антропологии, вы создаете эмоциональное сообщество, потому что это объединено какими-то эмоциями. Мем все время стремится к постоянной контекстуализации, пытается обрести контекст. Но вот прекрасная история с упоротым лисом, я не мог это не привести. Адель Морзе, таксодермист, неудачное изделие, попадает в интернет, и что мы видим? Смотрите, вот вы смеетесь, это вроде смешно, да? Но с другой стороны, популярное изображение помещается в новый контекст, привлекая внимание к социальным проблемам, правда? к бездомным, собакам и так далее. Но не только к социальным проблемам. Все вы знаете, что на паспорте обычно получаетесь хуже, чем в жизни, да? И упор от элисовы является на паспорте, опроблематизируя некоторую ситуацию, да? Ну и понятно, что бывает и вот так, да? То есть, когда социальные проблемы тоже через мем оказываются актуализированными. Часто мем затухает, потому что перестает быть интересным, но иногда, иногда он снова вспыхивает. В частности, смайлик, он сначала был мемом, да? Потом мемом перестал быть и стал текстом. Все мы используем смайлики. Но вот бывают некоторые события, которые затухли, но остались актуальными. Почта России ввела новую форму. И тут же возникает много прекрасных мемов, да? И мы видим, что высмеивается не только Почта России, это конкретная ситуация, но и социальная проблема с ней, связанная Почтой России, медленно доставляет товары, письма и услуги. И это привлечение внимания к некоторой сложной ситуации. Да, понятно, что, почему мы это делаем, что значит котики, упорты, лисы, которые помещаются в контекст, да? И так далее. Значит, это следующее. Барбара Розенвей прекрасный исследователь говорила про эмоциональные сообщества. И мы все время в эпоху разрозненности пытаемся обрести это эмоциональное сообщество с помощью общих эмоций, как-то репостя мемы и пытаясь вот как-то сбиться в некоторые группы. Последние сложные слайды. Не мог я без этого. А почему мы транслируем фольклор, мифы, легенды? Вот это все. Зачем нам это все нужно? Да, но главное сказать следующее. Мы каждый раз, когда мы находимся в сложной ситуации, эта ситуация вызывает в жизни набор компенсаторных текстов и практик. Это компенсация чего-то. А вот чего эта компенсация? Ну, смотрите, выход из дома проблема, да? Дорога проблема, мы сидим на дорожку. Неожиданная встреча с цыганкой проблема вызывает в жизни фольклор. Взаимоотношения между людьми, соседи, мужчина, женщина, да? А вот что сделать, чтобы меня полюбили или как, наоборот, избавиться от этого человека, который за мной ходит? Сакрализованные даты. Новый год, 8 марта, да? То, о чем мы с вами говорили. Места. Экономические отношения, мало денег. Почему? Привлеку много денег, да? Помните, цыганки и объявления в газетах. Жизненный цикл человека, рождение, свадьба, похороны, кризисные ситуации любые. Гадание, экзамен, новая работа. Все кризисные ситуации вызывают к жизни фольклор. Объясняется это иногда и как психологическая компенсация. Это разрядка путем дистанцирования. Вот смотрите, Челябинский метеорит должен был упасть 21-го, 12-го, 12-го, то есть в конец света, но его доставкой занималась Почта России. Что мы видим? Есть проблема, она плохо доставляет, но кажется, когда мы репостим такие мемы и такое рассказываем, мы предполагаем, что когда мы рассказываем, надеемся на улучшение ситуации. Почта России, ну как бы тебя уже невозможно ругать, но вдруг, да? А иногда это сублимация, это попытка завуалированно обсудить то, что говорить нельзя из-за цензуры коллектива. Помните анекдот? Сталин, ссылка, цитата, вот это вот все. И поэтому, например, когда люди, особенно мужского пола, достигающие 12-16-летнего возраста, рассказывают то, что вы называете пошлыми анекдотами, не волнуйтесь, это просто сублимация некоторой деятельности. Это необходимый этап взросления человека. Иногда это проективная инверсия. Термин принадлежит Алм Дандесу, это известный американский исследователь, он уже умер, поэтому не обидится. И тогда мы приписываем нежелательные чувства группы другому, который в результате воспринимается как угроза группе. Вы слышали истории о том, что евреи евреи в специальных бочках с гвоздями изнутри катают христианских младенцев, чтобы выдавить из них кровь и выпить мацу на песах. Слава Богу, не слышали, но если загуглите, вы увидите, что во всех территориях, где, например, евреи, украинцы, русские и так далее живут рядом, эта история будет приписываться чужому. То есть чужой почему-то всегда плохой. Вы наверняка слышали огромное количество историй о том, что мигранты разного цвета кожи и так далее, они как-то воздействуют на нас, пытаются нам причинить какое-то насилие. И это тоже проективная инверсия. Мы переносим на других то, чего опасаемся сами почти всегда. И фольклор как действие. Это не только проговорить, проговаривать, непроговариваемое, но и поддержать либо преобразовать социальное пространство через действие, через речевое действие. Здесь мне нравится пример, который возвращает нас к деревенскому фольклору. От женщины ушел муж, она не знала, что делать, но стала петь частушки вслух громко и упорно. В частности, 30 лет песен не пела, петь не собиралась, меня в песнях позадели, я порассчиталась, и муж ушел из дома. Дальше она пела это в клубе, в клуб пришли все, послушали, муж подслушивал, как она поет и вернулся к ней. Потому что социальное отчуждение из коллектива хуже, чем незнание. Фольклор позволяет нам проговорить то, что изначально было скрыто. Но и, собственно, вот к вам вопрос последний, даже ответ, о котором я говорю, почему мы все это так популярно, почему мы все подвержены этой истории. В частности, это эффект, который называется эффект розенталя или эффект пигмалиона или самореализующиеся пророчества. Как он формулируется? Когда мы ожидаем реализации предсказания, мы не в последнюю очередь делаем что-то, что приводит к этому предсказанию, к его реализации. Смотрите, приходит нам цыганка и говорит, 28 лет, ты выйдешь замуж за блондина с голубыми глазами, у тебя будет двое детей. Вам примерно 27-28. Встретился человек, ну, как бы почти блондин, почти голубые глаза. Вы выходите за него замуж, рожаете одного-трех детей, говорите, а вот цыганка мне тогда предсказала. То есть вы формулируете свои действия, свое поведение таким образом, чтобы это предсказание сбылось. Что делал розенталь? Он пошел в школу и дал IQ-тест написать детям. Дети писали IQ-тест, дальше он выбросил, порвал его и пошел к учителю. И случайно ткнув 5-6 фамилий в журнале, сказал, эти дети по результатам IQ-тестов получат лучшие оценки к концу года. Что случилось к концу года? Конечно же, они получили отличные оценки. Почему? Потому что учитель, следуя предсказанию известного ученого, цыганки, экстрасенсы и так далее, имейте в виду, это все порядковые вещи формировалось в поведении таким образом, чтобы дети лучше учились. Вызывал их реже к доске, ставил им завышенные оценки и в итоге мы так или иначе, то есть дети стали учиться лучше. Говорят, они потом тоже хорошо стали учиться, потому что сформировалась некоторая репутация. Таким образом, изучение фольклора и понимание того, как мы действуем в современном городе, наше ритуальное поведение, наши мифологические вещи позволяют нам чуть больше сказать об этом мире. Ну и традиционные слайды, другие лекции в Level 1, мнемоника, страшные истории, которые тоже могу рассказывать. Ну и вот вам промокод, когда можно записаться. Спасибо.